всем ни бага ни лага мои дорогие зрители и подписчики канала дрожа с вами я жека и сегодня продолжим играть don't starve в режиме выживания просто выживания и у нас зима началась только вот вот только началась зима первый день зимы что же это нам собственно говоря дает это дает нам мало еды и так без того мало еды да вот плюс конечно же это добыча льда чем мы собственно говоря и займемся непосредственно в этой серии готовься пожалуйста вот мы насобираем побольше льда которые нам очень уж нужно и без сомнения я еще хочу сделать нечто виде вот этого посадить потому что в прошлый раз мишка мишка нам все тут разломал теперь у нас приходится нам все это удобрять конечно за зиму я сомневаюсь что особо много это все вырастет но тем не менее это нужно сделать тем более что мы пока здесь и плюс нужно удобрить то что он и уже имеем так хорошо и тут мы еще питая получим и вот это удобрим есть у нас похудалые вот этот нормально да я никогда честно говоря не знал что фермы так сказать иссыхают да или не такие плодотворные становятся если честно не ожидал потому что я никогда по сути это и не доводил их до такого состояния когда мне написали такое в комментариях я немножко удивился и подумал что это глупо но оказывается глупо был я но в любом случае я признаю свои ошибки да этот холодильник у нас можно его разбить кстати но я его разбивать пока не буду а давайте раз заведем костерчик шишками посидим чуть-чуть на базе чуть-чуть самую малость ну возможно день целый до для чего чтобы нагреть наш камень грелку его нужно нагреть то что мы уже остыли чуть-чуть без него мы будем все чухать не очень-то комфортно так и да и да все и да вот тут я тоже соберу кстати эту вещь и все наш хорошо зачем ты носит два щитка для всякого случая ребят потому что один сломается в процессе борьбы мне потом делай 2 до так пока готовите наверное больше не буду питая у нас более чем достаточно и идем на ковыряем себе немножечко вкусный и халявный лёдик вкусный халявный лёдик если я не ошибаюсь он всегда отмечался на карте причем причем он неподалеку от нашей базы чё бы нет чё бы не забрать весь а если там три таких людика это маяк маяк чок что там есть пингвинчики пингвинчики то хорошо это яйца из которых можно сделать классные порох которым нужно нужно мне кажется все таки попробовать убить муху огнепуху все-таки некоторые кричат что это абсурд как можно убить муху огнепуху огнем она же огненная но в любом случае ребят это если это возможно по крайней на вики так написано не помню сколько я думаю я этим заморочить я не вижу где но слышу что рядом слышу что рядом так и где еще давайте разберем карту над нами то есть над базы не за успеем ли мы добежать до туда заковырять все и вернуться обратно но тем не менее это сделать нужно у нас огромнейшее кострище ледяное но обычный костерчик так сказать на обычный не ледяной костерчик обычный который греет да это не так уж и хорошо так где то здесь над нами так шапочка если что у нас есть теоретически циклопу будет урон наноситься вдвойне больше если мы его будем бить дубасить непосредственно огненными посохами какими-нибудь да то по-крайней мере логично было бы но он тогда и гореть будет и спалит нам все к чертям то есть я готовлюсь реально морально готовлюсь тому что он придет не буду скидывать шанс на то что он давать не он придет чё-то чё ему делать у меня закон подлости подсказывает что он придет чарли привет прячали как дела чарли чё делаешь чарли а ты руками руками загробустым загробастыми то ко мне идешь да ой кролик кролик уснул жалко что ты здесь уснул это тот самый кролик который без норки остался когда долбанул барсук он закрыл норку получается фига не знал о таком не знал так спрячь пожалуйста поднимаем рассудочек поднимаем наш рассудочек так у нас тут кстати похлебку можем сделать теоретически дам мясную шкарно шикардосец так греемся нагреваем свою камень грилку и кстати можно вот вот эту штучку забрать потому что тут один процент то есть один удар остался от печально это печально это мы тоже здесь оставим а людик наверно в холодильник час скинем мало вас там или льда нас собирали но сколько есть пока по крайней мере да еще есть лед вот здесь возле пауков как раз таки да тут лед тут лед много льда кстати сейчас тогда утречком сбегаем вот за этим дом если не ошибаюсь у нас были 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 ковырялочки да вот они что-то дома надо оставить мне кажется все таки вот эту броньку дома можно хотя бы зачем дом мы в честера положим в честера спрячем будет нам просто все шедеврально нет трава я точно не отдам давай мне так пригодятся это я заберу печально с рассудочком у нас на самом-то деле нам надо как-то поднимать надо цветочки пособирать которых нет которых нет и не особо то и цилиндрович нам помогает печально ребят печально все грустно и грустняво но в сам кстати надо будет сходить в сам знаете зачем у нас нету чинилки вот чинилочки у нас нету которая нам безу без коризненно и обязательно нужно а где это бифальная шапка ну еще полдня так ладненько давайте сгоняем я думаю вот эти цветы можно и пособирать чего страшного да чуть-чуть поднимем свой рассудочек совсем печаль грустная у нас совсем огорчай огорчение так со . нормально так и где-то здесь неподалеку будут выше будут наши пингвинчики у которых мы заберем непосредственно их ледик вы на если забрать весь их лед по бокам да то у них исчезнет это так сказать место вот их не зимовки и тогда пойдут ли они сюда они наверное с теми пауками так и зарубились тогда там много мяса которые уже съели это могут быть перья которые нам не нужны сожалению там не может быть яиц которые сгнили вот этого там не может быть сожалению так вообще люди к мой тебе льда не дам люди к мой 333 гончить сюда прям на нюхать а вот они идут они все-таки выжили так ладненько давай делай это и по идее она должна исчезнуть но не исчезает почему-то бог знает почему если честно ладненько давайте наверное к этой паучишки сейчас гоняем вот сюда там наверняка есть у нас 17 градусов то есть то костерчик нам хватает если что пока его юзать не будем но если что хватает ух какие тут ветра я аж так чувствую нехорошо красу . поднимаем тут где-то паучишка ходит наша я вот высматриваю где же она на явно нам не рада ну и камушка наберем да очень странно что в таких вот льдинах есть камень то есть это как-то по меньшей мере не логично наверно хотя и мне судить в ледниках какой-то процент камня наверняка должен быть так что да также логично и под конец все таки вы вылезли так ладненько идем туда там тоже есть пауки но там зато есть и лед который нам нужен зимой собираем лед чтобы так сказать готовимся на лето заблаговременно да это это логично это правильно это надо делать сейчас или потом будет неплохо то что лето бывает жопошное вы помните под прошлого лета вот завеса когда мы выживали она была действительно немножко тяжелой для нас учитывая то что это было как бы первое лето наше она была действительно тяжелая потому что мы встречали много перед собой опасностей которые с которыми сталкивались так сказать и напрямую без зонтошляпкой зонтошляпкой вру но из ну лето вот это лед у нас был да ну хрюкзака вот этого не было не них рюкзака как он термо рюкзак кстати в нем понять по идее теоретически не должен нагреваться камень грелкой камень грелка не должен нагреваться теоретически нам уже некуда это все складывать потому мы начнем это складывать в честером да и собственно тут уже и складывать то нечего последний лёдик находится у нашей птичьи птички в эсесуале но туда мы не пойдем мы возвращаемся обратно потому что туда наша дорога собственно и идет домой девяносто четвертый день у нас на календаре выживаем это три месяца три месяца здорово я не говорю что это мой рекорд или вообще-то хоть чей-то рекорда но тем не менее вес не забываем что он очень слабый персонаж и за него умереть довольно достаточно легко просто надо быть чуть-чуть безалаберным все и ты умер сразу же то есть этот персонаж не терпит к себе так сказать безрассудных вещей каких-нибудь я безумно хочу спуститься в подземелье скорее всего этим буду весной заниматься до весной весной буду заниматься чтобы зачем собственно говоря да что чтобы достать с подземелья зайчин ну хвостик до чтобы сделать его здесь ночью его домик да был бы очень здорово я никогда этого абсолютно не делал я безумно хочу это сделать и слышал что они очень очень хорошие помощники в плане против гонщик да и вообще они швоборотни по идее не превращаются против тех же свиней выбрать но у нас тут свиней тем не менее и они сгорят какая разница да все сгорят все тлен так нас сейчас долбанет наверно жестко так 4 градуса о они не вылезли это уже зима на них так действует да ауч шишечки горите шишечки мои хорошенько так ну и лёдик складываем непосредственно в холодильничек потому что это пригодится не знаю это можно будет потом съесть это не сильно важно да чё не приготовим мясо у нас есть тефтили тефтили ну и медик статьи есть на зиму пригодится колокольчик и грейся камень мой а мы пока вас восстанавливаем чуть-чуть рассудочек или сделаем по крайней мере чтобы не так падал да вот чем же мы займемся еще зима такое время года когда как бы и особо не погуляешь да и на базе сидеть как бы не особо выгодно потому что все время сталкиваешься с какими-то проблемами в виде нехватки каких-то ресурсов теоретически тогда нам нужно целенаправленно идти и что-то собирать то есть чего у нас допустим действительно мало из ресурсов палочек палочек мало согласен но не хочу тратить питание пироги хотя они ускоро начнут уже портится надо бы их лучше тратить тогда когда мы будем это оставлять а это готовить вот теоретически что нам нужно подземелье сейчас идти это ну тоже опасно блин там надо все время шляпу с собой целину эту светильную да она мне охота к сам тоже щиток нужен да потому что они тюкают так нехило на болото эти зимой и смерти подобно вообще тем более чем заняться то вообще исследовать да мы практически вот здесь только эту местность не исследовали да вот вот но тут очень много пауков очень много вы спросите сколько здесь пауков просто капец и этим мы займемся в этим этим мы собственно говоря не займемся пойдем в приключение оставим здесь немножечко еды да ну собственно вот две по крайней мере вот эти штуки я думаю они они пригодятся да и пойдем топить костры наверное давай я заберу еще тот те деревья да вот эти деревья заберу да и пойдем гулять честер честер теоретически я бы лучше его дома оставил потому что он будет агрить на себя всех подряд и мне же потом будет хуже что к сожалению это правда честер я наверно лучше дома наставлю будешь дома за хозяина и у меня снова куча вещей лечилки нам пригодятся это я точно а вот 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 это я в честер поставлю ну это у нас быстро закончится да то есть место освободиться топорчик пригодится дрова дрова так вот так вот хорошо два места у нас есть и шишечки я думаю для распала мы попробуем деть так ну что ж утречка настанет и мы пойдем в приключение получается если я правильно понимаю да это вот именно сюда пойдем через маленькое болото потом нас тут ждет мини такое и не деревня свиней в которых уже нет свиней соответственно да недавно скорее всего умерли домики их я развалил и сжег случайно ну не я сжег но неважно из-за меня они сгорели потому что я тут рядом был кирочка кирочку оставим и пойдем в путешествие ну я думаю какое-то время нам хватит все таки шляпки бифала этой да потому что вещь это хорошая хорошая утречка наступай я разрешаю даю добро чтобы этим тебе наступить мы забираем вот камень грилочку вот так вот и утречка давай наступай так все пошли в путешествие искать приключения всего лишь 13 градусов температура нашего тела чрезвычайно мало учитывая того что мы стояли возле костра но это скорее всего связано с тем что я поздно довольно поздно до деревьев у нас хватает довольно поздно отдел шапку 12 градусов камыш не не буду я собирать камыш вещь хорошая его тут много кстати недалеко от вас так что не буду даже и собирать вот она биться мы всегда сможем прийти забрать еще раз вот а пока по крайней мере мы идем и и именно искать на жопу своих приключений и исследовать то что нам дано давайте добежим до края карты когда край этого биома по крайней мере до с этой стороны и обязательно соберем вот эту травку она пригодится можно кстати собрать эти все цветы здесь я сюда вряд ли буду еще бегать за цветами а сейчас бы нам поднять бы свой рассудочек это было бы ой как неплохо шикарно 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 просто шедеврально так а тут тут много этих а вон еще и домик свиньюшки 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 так ну вдоль побежим как всегда вдоль вдоль края чтобы узнать насколько большая территория нам доступна а вот здесь живут наши и так понял пауканчики и все тут подряд живут и при свиньи тут живут все живут реально у них тут заруба по ходу до происходит и все понеслась пока антоха пока антоха я тебя знал как супер свинью но ты был свиньей конечно ну ну хороший свиньей надо будет скоро ставить болото значит у нас немножечко отрезано подальше от этого улья надо ставить потому что вы будете ко мне идти а тут много тут подальше не получится тут действительно дофигище ребят так что давайте переночуем на лучше где-то здесь уже на утро пойдем вдоль вдоль болота да но где-то назад чуть придется вернуться потому что ночь у меня заколупает просто вот эти все пауканчики заклебут так одеваем цилиндрович кладем это сюда и спаливаем это все ух жжет так нагреемся о попу попу что такое кушать хочешь да да начинает голодать наш в с и мы его быстренько покормили на что он перестал конечно же сразу же жаловаться температурку тела мы надо поднять нам побольше ему что-то что-то как-то он даже возле этого костра не особо то и нагревается вы посмотрите 14 каких-то несчастных градусов 15 16 что-то все очень грустно все равно все очень печально рассудочек все хорошо у нас на шапочку оденем чтобы не тратить наш не цилиндр не что атаку ну как всегда собственно ничего нового ребята попасть под ним это нереально блин вечер можно было бы еще пройтись кстати чуть-чуть сидеть сейчас да идем я думаю хватит нам костра костров нам хватит да я его сделал заранее сразу же а вот тут пройти бы аккуратненько надо было бы и мы как-то прошли неведомо как но мы все же прошли главное don't stop don't stop главное не останавливаться пауканчики начинают просыпаться главное чтоб нас не убили надо очень внимательно смотреть под ноги нас не зажали в угол в какой-нибудь и мэр мы тут и жопа здесь о на пауков понеслась так а мы тем временем дошли до момента безболотом собственно тут я и думаю на заночу и наверное да лучше всего я хорошо это мы где а это мы в неком лесу очень прикиньте это все спалить это было бы здорово наверное но объемы здесь огромный реально огромный биом какой-то он сюда еще тут так наверное заворачивает такой колбасятины вот и наверное этим мы займемся именно изучением этого биом чико даже так чтобы не спалить это все не сильно распалю потому что вот это дерево загорится и это все сгорит чертям да то что так думаю так давайте посидим здесь ночку ибо это надо ибо это нужно да щупались у нас ровно сто процентов щупальца да то есть девяносто дети один то есть два по вот и это это круто конечно но у меня такой соблазн колокольчиком воспользоваться я его сделаю ну попробуем по крайней мере чисто теоретически попробуем жахнуть его по уснувшему гиганту флейта пана колокольчик на на точно на самом деле не я до этого додумался это было где-то я читал вроде даже это где-то что ли так что есть ничего такого замудренного нету но да есть такое дело до зимы до конца зимы осталось 12 дней то есть примерно 10 дней до прихода циклопаления он еще кстати может и весной прийти и утка лось весной в начале весны приходит твою мать мы сразу двух босиков встретим скорее всего но вот колось ступаться я кстати вот утка лось еще ни разу не находил яйцо это говорят мне очень чревато там взорвенное яйцо где маленькие лусята да но говорят что встреча с ними может окончиться плачевным то есть они мощный как их мать и по быстроте намного быстрее и опаснее это это действительно такая встреча не будет низ не самая приятная встреча и в моей жизни наверняка все-таки мне нужно мне кажется распалить этот костер поболее но я боюсь что если его распалю поболее загорится весь лес к чертям а что тут такого ну загорится лес ну и что да и давай загорайся лес неужели не загорится лес мне нужно распалить побольше костер потому что у меня температура небольшая все-таки тело а это всегда пригодится девяносто пятый день 5 дней до соточки 5 дней ван хангрид да скоро соточка у нас будет и ночка почти подошла к концу что маякует нам о приближении нового дня с новыми приключениями и возможно опасностью потому что я в любой момент могу умереть а я не находил ни одной рисалки кстати кстати это же хардовый мир здесь нет рисалок логично логично вот в чем прикол то есть умер все стопроцентное ну и тогда будет смысл начать новый сезон до для этого нового сезона у меня для вас есть уже сюрпризик попозже сообщу какой когда начнется соответственно сам новый сезон ну небольшой сюрприз есть разнообразный так сказать но это все вы увидите тогда когда мы начнем новый сезон не сейчас ни в коем случае так разожги последнюю закидываем бревнышко и утречка утречка у нас приходит на наши земли что заставляет нас отправиться в дальние путешествия с новыми силами самое забавное что наши герои как бы наш герой да vs он как бы не спит да ну теоретически то есть у него нет никакой усталости вообще абсолютно нету что заставляет его так сказать быть не совсем таки человеком если на то пошло то есть любому человеку нужен отдых просто поесть и не знаю просто поесть реально не хватит а вот здесь я кстати не был то есть тут мы можем портал собрать а надо нам портал не собирать да нужно нам ли это потому что мне кажется в этом мире я все-таки умру они перейду портал так а ясно мы тут почти что рядом и были круто ну раз есть место я заберу наверное чуть-чуть чё просто есть место две детальки мы уже там находили это третье четвертое где-то есть то что две детальки кстати да подо мной сейчас как клешня выросла две детальки это вот здесь деталька здесь деталька да и третье получается домкрат домкрат мы не находили не знаю где он ну скорее все где-то здесь же но хотя нет он обычно должен на новом биоме быть вот может где-то тут или находили я его просто из виду упустил потому что портал максела точно есть и мы его находили где-то вот вот здесь да а а сам портал вот он сам портал вот он да ну все логично все просто гениально логично до 19 градусов температура тела и день только начал так сказать так сказать входить свои владения замечательный обзор все видно на белом фоне конечно же их лучше по идее должно быть но мне мне почему-то на белом фоне их гораздо хуже видно чем на черном не знаю почему у меня такое вот впечатление в щепетление да как будто их ужасно видно на белом фоне обходим свои владения мы сейчас находимся на болоте нет лучшего времени года чем обследовать болото но так вышло ребят мы на болоте потому что не обследовав мы допустим ближайшие болото с нашей базой никогда бы не узнали что там есть замечательное место поляна с этими камышами до которые из тентаклями конечно же квадратик это да который помог нам уничтожить уже троих боссов против муки муки огнепухи он мне кажется абсолютно бездействием она их убьет всех сто процентов и жалко будет но туда я в любом случае и поведу мне больше некуда ее вести есть еще вариант конечно усыпить ее с помощью флейты пана и воспользоваться колокольчиком по идее двух разов с ней хватит абсолютно ну чисто теоретически да потому что у них 2000 хп вроде или две тысячи с половиной на газ носит сразу 1000 урона если не ошибаюсь так что я так сейчас отпрометчиво бегу даже абсолютно не смотрю на дорогу чисто задумался о своем болото может за это наказать кстати говоря вот таких вот умников как я и мы почти что обошли весь этот биом да ну тут считает тут скорее всего чуть-чуть тут чуть-чуть и все мы обошли этот биом полностью вот здесь кроме вот этого места конечно давайте туда прогуляемся чтоб не возвращаться сюда уже второй раз третий четвертый пятый и и так далее да так чуть сюда завернем 12 градусов температура тела еще можно побегать еще терпимо как говорится да так и не здесь ничего особенного нету так что встречать здесь на встретить нас здесь нечего так питание пирожочек мы захавали нам очень хорошо все у нас просто шедеврально Но главное не затупить и не зайти в какую-нибудь ловушку. Кстати, мы пошли по дорожке, да? Так, где тут? Ага. Вот сюда нужно мне пройти, чтобы увидеть все своими собственными зеньками, да? Глазами в плане. Вот, тогда мы точно узнаем, что нас тут окружает. Ну, это чтобы на карте отмечилось. Отметилось, я сюда пройдусь. Все, можем, грубо говоря, дальше идти, уходить. Паутинка у нас есть, смысл ее набирать я вообще не вижу. У нас, знаете, все в достатке. Только делай, делай не хочу, как говорится, да? Клыков только мало. Вот, клыки нам нужны. Побольше ловушек на клыки сделать на клыках, да? Тихо, тихо, тихо. Не, на болоте я не смертник собирать. Лед нафиг надо. Это очень глупо. О, паучишка встала? Когда это она умудрилась встать? О, псы! Так, нам нужно место. Нам срочно нужно место, где бы их встретить. Так, хорошо. Твою мать! Так, хорошо. Идут. А, тихо. Много сносят. Спаси, ребят, спаси. Так, тихонечко. Ну, здесь, собственно говоря, мы и заночуем. Это очень хорошо. Много клыков насобирали. Мне только беспокоит, там где-то паучишка ходит. Меня она реально беспокоит, ребята. Так, греемся. Классно, шесть клыков. Во-первых, это швейный набор. Во-первых, это швейный набор. Восемь паутинки сделаем. Починимся, да? Один клык? А, два клыка. Два клыка. Ну, ладно. Четыре еще ловушки забацаем. И будет очень круто, да, ребят? Эй, да. Ну, сволочь ты такая, а. Ну, щитки помогают, ребят. Щитки реально спасают. Правда, я вот этот клешню... Ладно, я ее уже здесь оставлю, потому что что-то я, да... Что-то я, да, ребята, перепутал. Клешни. Так, ну что ж, все шикарно у нас. Возвращаемся домой. Будем возвращаться уже домой вот по этой степи. Да, и, собственно, мы почти тут все и исследовали. Очень много пауков здесь. На это болото вообще лучше не соваться. Здесь ничего нас не ждет, кроме опасной, глупой смерти какой-нибудь. Стопудово. Потому что это себе же хуже. Вот стопроцентный был? Стопроцентный был. Двадцать два процента осталось себе. Двадцать два гребаных процента. Это жопень. 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 Вот. И утречка еще не настала. Еще не скоро до утречка. Правда, ему почти что два три стака. Почти что три стака уже потратить деревья. А у нас только началась зима. Только четыре дня прошло зимы. Только началась. Придется рубить еще дров. Лучше, конечно, уголь. Я согласен. Лучше уголь. Но и так пойдет. Так, утречка, наступай. И у нас будет, будет чем заняться, как говорится, да? Так, поедим. Все, питальных пирогов много. Я не знаю, до конца зимы, может, и не хватит. Но у нас там есть еще тефтили, да? У нас там достаточно вообще всякой еды. А болото так и жаждет своей, знаете, вот, своей жертвы, да? Иди-ка мне. Вознагражден будет только один. Вот. Так, тухнет костерчик. А, я поздно подкинул. Ладно. О-о-о. Ладно, ладно, не беру. Мне не надо. Мне не надо. Я просто мимо прохожу. Мимо прохожу. И там тупик нашел. Так, лесок. Лесок это, конечно, круто. Грибочек пригодится. 16 градусов температура тела. Немного. Ребята, это ой, как немного. А тут просто напрямик. Беги, Жека, беги, не останавливайся. Ни в коем случае. Вообще. Просто. Просто беги, Жека. Просто беги. Там, стоять. Застрял. Застрял. Прошу, чтобы вовремя увидел, что застрял. Так бы поплатился. Нам это не надо. Нам это не надо. Шестереныч. Опа. Интересно, интересно. Шестереныча. Так безумно интересно. Вместо чего мне шестеренки-то взять? Вместо... Вот этого. Это мы всегда сделать сможем. А шестеренки... Ага. Шестеренки всего две. Ну, ладно. Пригодится хотя бы две. Хотя бы две и те. Хороши. Конь. Конь, беги прочь. Беги просто в панике от меня. Просто беги, конь. Да, тут все уже, считай, ребята. Исследовали все болота. Маленькие оказались, да? Последний кусок суши, грубо говоря, да? Который не был исследован. У нас теперь исследован. Не, хотя... Хотя вот вру. Хотя вот здесь еще. Есть еще предпоследний. Есть еще вот кусок. И чтобы точно знать, что больше прохода никуда у нас нету. Этим мы займемся, наверное, чуть-чуть позже. Пока приключений с нас достаточно. По крайней мере, это всегда опасно и чревато. Да можно умереть на самом деле и дома. Просто от тьмы. Вот это, наверное, самая глупая смерть. Не вовремя не разжечь костер. Это... Ты пить самая грустная смерть. Не надо так. Ни в коем случае. Вот. И мы почти что пришли. 10 градусов температура нашего тела. И... Что здесь шикарно, ребят? Вот, шикардосец просто. Просто шедеврально все. Мы пришли домой. Honey, I'm home. Честерок, скучал по мне, да? Скучал. Вижу по... По языку вижу, что рад меня видеть. По языку вижу, что рад меня видеть. Шикарно, Жека. Шикарно. Это просто... Это шедевр! Жека, что ты говоришь вообще? Четырюш. Кстати, а можно его льдом заправлять? Нельзя. Обида. Так, одень вот это. И положи это сюда. Пусть я греется. А у нас на самом деле все хорошо, ребят. На этом мы, наверное, с вами закончим. Потому что все-таки ролик сдается уже достаточно нормально. Плюс мы сделали... Ну, так сказать, подвели под логический конец сегодняшней серии. Мы сходили погуляли. Сходили погуляли. Исследовали последний кусочек биома, который мы... Ну, предпоследний, да. Вот. Который мы не знали, как он вообще относится к нам. Если там какой-нибудь лазеечка, проход... Остается еще одна территория. О ней мы позаботимся чуть-чуть позже, да, ребят. Сейчас как бы чуть-чуть точку не до этого. Сейчас нужно выживать. Зима, все дела, да. Аккуратнее нужно быть. Вот. Вам огромнейшее, реально, спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Не забывайте подписываться на канал, если вот... Ну, вот, хоп, и нашли мой канал внезапно, да. И не забывайте поставить лайк, ребят, ну... Да, поставьте лайк, пожалуйста. Вот. Я сделал какой-то... What the fuck? Ты же мне написал, что это... Окей, ребят, да. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до скорого и пакетово.